Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Россия в текущем сельскохозяйственном году сохранит лидерские позиции по экспорту зерна и увеличит его до 35 миллионов тонн, обойдя по продажам пшеницы таких крупных игроков, как США и Европа. Рапортовал ранее об успехах глава Минсельхоза Александр Ткачев. Однако все эти успехи вряд ли положительно скажутся на отечественных любителях хлеба. Качество хлеба в последние годы резко упало. Как мне рассказали, лучший хлеб сегодня идет на экспорт, а для своего народа пекут из чего придется. Увы, Россия производит много зерна низкого качества, а для увеличения своей доли на мировых рынках должна поставлять продукцию высшего сорта. Само собой понятно, что не самые качественные остатки реализуют нам с вами. По информации Российского союза пекарей, за прошедший год в России было собрано 70 миллионов тонн пшеницы и всего 2,5 миллиона тонн ржей. Доля пшеницы, пригодного для производства хлебобулочных изделий третьего класса, уменьшается и составляет на данный момент всего 18 миллионов тонн. Из них 7 миллионов тонн оставлены на семена, а 3 миллиона уже отправлены на экспорт. А на нужды отечественного хлебопечени остается лишь более 7 миллионов тонн пшеницы высокого качества. А этого для обеспечения огромной страны явно недостаточно. И в ближайшие 3-4 месяца хлебопекарные предприятия могут заявить о дефиците качественной муки. Все это уже привело к росту цен на рожь, ржаную мюку и хлебопекарную продукцию. В СССР для производства хлебобулочных изделий использовали муку не ниже еще того третьего класса качества с содержанием клейковины не ниже 23%. В 90-м году был введен новый ГОСТ. У пшеницы появилось аж 5 классов и разрешение использовать сырье 4-го класса. Уже только 18% клейковины. А между прочим, в СССР зерно 4-го и 5-го классов шло на корм свиньям. Сейчас принято решение, что любое зерно можно направлять хлебопеком. А поскольку расцветает экспорт, и он остается только низкокачественное. Чтобы испечь хлеб из такого зерна, необходимо использовать достижения западной химии, так называемые улучшатели. Поэтому настоящей французской булки с хрустящей корочкой мы уже не получим. И предприятия перестали ее печь. В итоге мы потеряли качество и самое главное – лицо. Сегодня российский рынок зерна контролирует крупные международные организации. Они же устанавливают и цены на хлеб. Элеваторы сделали частными. Они через свои совместные предприятия принадлежат в том числе американским, китайским и каким угодно корпорациям. В итоге плохое зерно остается внутри страны, а хорошее вывозят. И сегодня мельницы покупают зерно дорого по мировым ценам. В основном это происходит из-за посредников. Они получают 50% всей прибыли. И скупают все зерно на корню еще весной. Производитель весной сеет, и ему по зарез нужны деньги. А спекулянт привозит ему мешок денег и забирает все зерно. После чего монополисты решают вопросы рентабельности повышением цены товара. То есть за счет потребителей оплачивают расходы на топливо, транспорт, включают и свою наценку. Поэтому хлеб будет дорожать. Это только в пословице говорилось, что хлеб всему голова. Сегодня выходит барыш перекупщиков главное. Вот такой нехороший осадок от такого чудесного увеличения экспорта хлеба. А что поделать, если мы можем экспортировать только то, что выкупаем да соберем. Экономика живет-то у нас за счет нефти, газа, зерна, леса, металлов. Лучшее на продажу. А самим из опилков сойдет. Я Андрей Асташкин. Это была программа «Цифры». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова